Всем привет! Сегодня приобрел вот такую вот приколюху размером чуть больше спичечного крапка. Такая коробочка. Сроблена в Беларуси, написано. Так, давайте посмотрим, что внутри, а то я еще сам не видал, как только с почты забрал. Открываем волшебную карабчульку. Вот такой вот аппарат лежит. Драгон называется. Так, это что-то тут какая-то брошюрочка есть. Инструкция по эксплуатации. Тут мы почитаем на досуге. На версии, бла-бла-бла. Вот видите, то есть с нуля до сотни меряет. Разгончик там. Будем мерить вот этим вот устройством. Здесь у нас питание, так я понимаю, подключается. Здесь индикатор. Ну, сейчас. Так, питание. Питание мы попробуем взять под видеорегистратора. Отключим. Отключим питание от видеорегистратора. И подключим к нашему чудо-приборчику. Погода у нас солнечная. Вот, приборчик загорелся. И ищет спутники уже. То есть, сейчас он ищет спутники, я так понимаю. И когда он их найдет, он должен что-то на другое написать. Кстати, это на видео мигает экран. На самом деле он... А, вот, ready. Все, готово. Все, спутники нашли. Значит, можно газовать. Газовать, но у нас тут город, людно. Поэтому мы не будем испытывать судьбу. Мы поедем сжечь резину куда-нибудь за город. Попробуем измерить, за сколько у нас разгоняется там. До сотни, до шестидесяти. Вот. Вот. Плохой сигнал пишут. Пять спутников только. Вот. Ну, может, сейчас еще там какие-то подключатся спутники. Так что, пока так, парни. Следите за новостями на моем канале. И все у нас получится. В общем, я чуть-чуть вот поразбирался. Тут как бы все просто. Вот три кнопки всего-то. То есть, тут у нас переключаем громкость. Четыре с два метра. Ну, там он будет показывать справа, где она. Время, за которое мы все это сделали. Вот если нажать и подержать. Пару секунд. Вот. Он просто в режиме спидометра будет работать. То есть, просто будет показывать скорость. Ничего мерить не будет. Далее. Дата. Показывает дату и время со спутника непосредственно. То есть, точное время. И непосредственно Drag Ready. То есть, сейчас вот он готов к измерению разгонов. В данном случае у нас там до 60. От нуля до 100. И время, за которое мы проедем 402 метра. Вот. Сейчас я его положу вот сюда. Вот, чтобы он лучше там спутники ловил. И сейчас поедем. Попробуем прокатимся. Так. Поедем, попробуем прокатимся. Вот там он время кажется и скорость. То есть, сейчас останавливаемся. Остановились. И жмем газ в пол. Опа. Краш-тест. Ладно. Ничего. Бывает. Ну вот. В общем, я прокатился в режиме спорт. В режиме спорт я прокатился. Давайте посмотрим, что мы тут измерили. То есть, до 60. Вот видите, экран мерцает. Если я камеры снимаю в живую, он не мерцает. То есть, 5,2 секунды до 60. Разгон до 111,5 секунд. До 200 мы не ездили. 402 метра я проехал за 18,3 секунды. Это я в режиме спорт, значит, с одной педали ехал. То есть, просто отпустил тормоз и нажал газ. Сейчас еще попробую то же самое, только с двух педалей. То есть, держим тормоз, жмем газ и отпускаем тормоз. Что у нас получится. Вот сюда вот я решил его пока сунуть. Там он тоже нормально ловит, кстати говоря. Так, ну что, я сделал второй замер. Давайте посмотрим. Сейчас я на спорте, короче, с двух педалей. То есть, я нажал тормоз, нажал газ в пол и отпустил тормоз. И мы ускорились. То есть, уже видите, 60 километров в час за 4,5 секунды. 54 секунды. До сотни мы уже разогнались за 10,8. И 17,4 секунды мы проехали 402 метра. Вот такой вот, в общем, результат по замерам. Не знаю, может у других что-то побыстрее, но пока вот результаты такие. Посмотрим, потом еще померяем, что будет с тюнинговой прошивкой, какой результат. Вот, еще раз напомню. Значит, 60 километров 4,5. До сотни за 10,8. И 402 метра за 17,4. На спорте с двух педалей. Так что, вот так вот. Ну, в общем, что, по просьбам трудящихся, все интересуются, что это за дивная коробочка такая. Покажи нам, говорят, что внутри. Я решил и сам посмотреть, что же там внутри. Так, для этого нам понадобится швейная машинка, ножницы, резинка для трусов и, конечно же, отвертка. Где-то у меня в наборчике была отверточка подходящая. Может, вот эта. Да, вот, я думаю, она должна нам подойти. Фокус куда-то смотрит. Ну, это не суть. Сейчас покажу. Вот такая тверточка должна нам подойти. Значит, наша чудо-коробочка. Драгон. И четыре болтика. Что там внутри? Давайте поглядим. Все такие в напряжении. Что же там внутри? Наверное, это там Ардунио какой-то дешевский. Или еще что-то. Ладно. Не будем вас томить. Открываем крышку. Видимо, тут три кнопочки сейчас упадут. Три кнопочки сейчас упадут. Вот такой вот светофильтр тут. Рамочка такая. Рамочка такая. Экранчик с Алиэкспресса, скорее всего. Вот. Собственно, GPS-модуль. Вот этот. Что тут? Как это держится у нас? не совсем понятно пока что. Так, все хлюпенько, жиденько. Жиденько, хлюпенько. Платка. Основная вот эта платка. Так, 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 так. На чем все это у нас тут держится? Основной у меня вопрос. Как будто бы приклеено так вот по ощущениям-то. Да. Это держится на клею. На двухстороннем скотче. Плата держится. Платка. Там что-то внутри. Вот разъем тут USB-шный. Но эта хрень тоже, значит, приклеена. Вот она. Вот смотрите. GPS-модуль. Вот тут буквы есть. Power 2828. UPG5LF. Видно вам там? Нет? Сюда я сейчас сфокусируюсь. должно быть видно вот такой значит модуль и вот такая вот платка вот подписано провода красный черный голубой и зеленый три кнопочки ну процессов там где-то в там где-то внутри его нам не показали а так в общем то вот такая вот интересная поделочка сделано ну так аккуратненько все приклеено чтобы ничего не болталась там что строгать не судить конечно может конечно цена и завышена малость за этот дивный девайс что поделать не забудьте лайк поставить кстати говоря сгон замер до соточки сейчас посмотрим сколько у него одного получились цифры он там аж тормоза перегрелись блять смотри тормозаки тормоза вот посмотрим какие цифры у нас тут выдал прибор наш точный так до 65 5 7 11 секунд до сотни он выдал до 150 26 4 секунды но один секунд нормально чё да а но сейчас best еще там посмотрим в этой